Ну, еще к детским сервисам Book Creator. Тоже очень хороший инструмент, тоже ориентирован на совместное творчество. У него тоже есть возможность создавать классы, создавать книги совместно в этих классах. И в том числе даже можно одну на всех книгу создать. Я вам две ссылочки отправлю. Первая на книгу, вторая на комиксы, потому что в этом сервисе можно создавать не только книги, можно создавать книги с комиксами. Как это работает? Здесь есть готовые шаблоны. Сервис постоянно меняется, это хорошо, появляются какие-то новые опции. Вот, например, появились красочные шаблоны с разными фонами. Здесь можно видеть и книга фотопутешествия, и газета, и блокнот, и книга с рецептами. Это еще не все, там еще дальше будет. Можно выбрать готовые шаблоны и сразу красиво все оформить. Выбираем прямоугольное, квадратное, либо горизонтальное, либо вертикальное. Выбираем комиксы или стандартная книжка. Красочный шаблон выбираем. Ну и дальше начинаем редактировать. Вот, например, я выбрала вот такой красочный шаблон. Это что-то фантастическое. Естественно, все картинки и все тексты здесь можно менять. Этому стирается, своя картинка загружается. Для этого есть кнопочка с плюсиком. Это основная кнопка. Во вкладке «Медиа» мы получаем полный набор инструментов. Внутрь книжки можно добавить картинки, фото с веб-камеры, если нужно. Можно что-то нарисовать мышкой, добавить текст и сделать озвучку. То есть включить микрофон и сделать аудиозапись. Следующая вкладка «Шейпс». Там формы разные, геометрические стрелочки и тому подобное, дополнительные всякие опции. Ну давайте посмотрим, как здесь все работает. Ну я думаю, с текстами, с фотографиями здесь все понятно. Аудиозапись делается так же, как и в предыдущем сервисе. Нажимаем на кнопку, наговариваем текст, сохраняем. А вот что касается рисования. Здесь сделан набор художника. Для детей, которые любят рисовать, можно им предложить такой вариант. Самим себе нарисовать книгу. Здесь есть кисточки, маркеры, разные цвета, толщина линий и так далее. Всякие эмоджи, заливки и прочее. В общем, весь инструментарий. Мне в этой связи нравится последняя опция авторисования. Это для неумеющих художников. Как это работает? Выбираем эту опцию. Получаем белый лист, на котором будем рисовать. Ну и начинаем мышкой водить и что-то изображать. Я пыталась котика нарисовать. Сервис угадал, кстати. Вот он мне вверху вывел целый ассортимент картинок. Ну, попытался угадать, что я хотела. Ну, котик мне. Вот я щелкаю по любой картинке, она у меня тут же в книжке появляется. Я ее могу увеличить, уменьшить. Естественно, цвет выбрать не черный, как у меня, а любой другой цвет, какой понравится. Ну, в общем, здесь библиотека уже изображений, созданных дизайнерами. Можем выбрать любое и вставить его внутрь книжки. Ну, как будто бы сами нарисовали. Вот такая вот интересная штучка. Дополнительно, что касается аудиозаписи, можно не только себя записать, но можно загрузить аудиофайл с компьютера. Такая возможность тоже есть. У меня там песенки, которые я загрузила внутрь книги с компьютера. Очень хорошо все встало. Что касается комиксов. Для комиксов здесь немножко другие форматы. Здесь уже появляются раскатровки. Ну, комикс это, как правило, несколько картинок на одной страничке. Можно выбрать 2, 3 и больше. Для этого есть вкладка «Раскатровка». И тут же рядышком основные комиксовые штучки. Облачка разные, там, с говорением, с думанием и просто стикеры, которые что-то обозначают. Все это мышкой добавляются на странице книжки и сохраняются. На выходе получаем ссылку. Сейчас появилась возможность встраивать код. Раньше кода не было. Я долго возилась с этой ссылкой, пытаясь ее в сайт встроить. Сейчас я увидела, что можно взять код и уже кодом встраивать. Красиво иду книгу к себе на сайт. Это хорошо. Теперь, что касается совместной работы. Опять-таки, долго рассказывать не буду про совместную работу в общих чертах. Опция, когда вы в одном классе работаете каждый на своей книге, это опция бесплатная. Вы можете приглашать детей, они регистрируются. Тут нужна тоже регистрация, вступают в ваш класс. Ну, и внутри класса создают какие-то свои работы. Есть опция работы над одной книгой, но она сейчас ограничена только на 30 дней. Потом, когда она заканчивается, это время заканчивается, все, это уже становится платной опцией. Но в качестве эксперимента ее можно подключить и 30 дней бесплатно протестировать. Вдруг понадобится для каких-то проектов такая возможность есть. Так что очень его советую, тоже очень хороший сервис. Здесь он немножко посложнее, но и возможности у него, как вы видите, побольше. И кроме того, что я назвала, есть еще, забыла я про вкладку «мо», самая последняя, больше. Она позволяет добавлять видео с YouTube. Опять-таки у меня в книжке, там на последней страничке, есть видеоролик с YouTube, который я добавила по ссылке. Ну, а вот так выглядит класс. Тоже такая своеобразная полочка, на которой собираются книжки, либо ваши личные, либо книжки класса. Как вы определитесь? Их можно менять местами, какие-то выбирать, удалять и так далее. Значок «Планеты» в углу книжечки означает, что книги открыты для всеобщего доступа. Даже тот, кто не зарегистрирован и не состоит в классе, может их увидеть. Доступ здесь открывается. Еще хочу обратить внимание на надпись вверху. «Show invite code». Это как раз можно нажать на эту надпись и получить код для приглашения в свой класс. Для совместной работы. Вот так здесь все работает. По количеству книг в одном аккаунте можно создать до 40 книг бесплатно. КОНЕЦ